И вот плоды нашего, не верим, плоды нашей измены в Бога. Дальше, еще в чем наша измена в Бога, а в нашей характере? Тоже измена, наша строптивость, упрямство, гордыня, я умный, я лучше знаю. Нет, должен быть вот так, как я сказал. Почему эта измена? А потому что, потому что, свойство Божие, главное, любовь, свойство Божие, кротость. И вот мы опять увидим, какой пример Бог моет ученикам ноги. Смирение полнейшее. А мы сейчас стали все суперстроптивые, упрямые, своевольные, своенравные, самомнение. Особенно в семье, я так решил, решил, вот так должен быть, все, нет, других нет. И быть не может. И вообще прав только я, больше никто. Это что? Это грех сатаны. И сейчас тоже время страшное. Этот грех будет подрастающий. Мы все больше и больше в этом грехе утопаем. Но это грех, еще раз, грех сатаны. Поэтому, если мы, да, мы уже впустили в свои души этот грех. Мы уже этой заразой запачкали, заразились. Но если мы с ней не боремся, значит, мы тоже предаем Бога. Если боремся, да, мы стремимся к Богу. А если не боремся, то же самое предается Богу. Поэтому, сегодняшний праздник, он, с одной стороны, радостный, потому что Господь пришел. Но, с другой стороны, он нас настораживает чем? Потому что он говорит о том, что Господь всходит за нас, сам идет на жертвенник, на заклание за наши грехи. А грехов у нас у всех полно. И своими грехами мы тоже участники этого жертвоприношения. Потому что за наш, за каждую из нас Господь тоже взошел, всходит. И сегодня идет. И если мы рабы Божии, то мы, значит, должны что? Стараться бороться с плохим себе, подарить плохое себе. Если мы живем так, как живется, говорим то, что думаем, и мыслям так, как хотим мыслить, или как думается, а не так, как надо, значит, мы не рабы Божии. Значит, вы тоже измените Божию. Почему? Потому что, я еще раз напомню, что дьявол имеет власть, воздействие на наши мысли, на наши чувства, на наши эмоции. Поэтому, если я думаю то, что думается, значит, я думаю то, что мне дьявол навязывает, значит, я уже изменил Бога. Если дьявол потом улыбнет, или слома, или отчаяния, или обиду, и обижаюсь, унываю, отчаиваюсь, значит, я изменил Бога. Я взял труда, с которой дал дьявол. Значит, я уже изменил. И, таким образом, мы тоже принимаем участие в этом же отношении. И, наоборот, если мы с этим боремся, то мы, значит, приближаемся к Богу. Мы, значит, уже рабами Божьими, учениками Божьими, как апостолы. То есть, или как, допустим, Иоанн Болосов, за ним следовал. Так, за Господом, пока было возможно. То есть, от нас, или жены мироносцы, не побоялись, кстати, ничего. Всегда были, всегда шли за ним. Потому что все страхы родили иудейского, они пошли. Потому что обряд был невыполнен. То есть, они, ну, чисто по-женски понимали, но, однако, они не испугались, что страха иудейского, не побоялись, пошли за Господом. Точно так же, если мы боремся с плохим в себе, подавляем свои плохие чувства, плохие эмоции, не сказаются мысли, которые не всегда и не всем нужны. Ненаверность и устроптивость, характер свой дурацкий, никому. Значит, мы уже того подавляем. Да тем женам мироносцев, которые приближаются к Господу, пошли за ним, верными остались, но всегда. И, естественно, как он проникал, всюду, где будет проповедано Евангелие, там будет сказано и о вас. То есть, это и в этой жизни, а самое главное, в той вечной жизни будет. Точно так же, если мы будем бороться с плохим в себе, если мы будем верными Богу, то мы точно так же, как жены мироносцев, будем и в этой жизни отмечены, а самое главное, в той жизни, аминь. Время Отца, Истына и Святаго Духа. Ну, сегодня мы слышали Евангелие о Фоме. С одной стороны, мы можем подумать, вот какой человек, вот так, Бога. А с другой стороны, современный человек. Пока не увижу, пока не проверю, пока пальцем не потыкаю, не поверю. Вот, покажите мне, еще пощупать дайте, тогда я поверю. Разве не такое сейчас у нас с вами мышление? Очень такое. Годы атеизма-то вообще. Все, а вот кого Бога видел. Вот пускай науку покажут, докажут, что Бог мне там поверил. Ну, это ладно, это было прошло. Сейчас у нас это осталось. Но, что еще интереснее, то есть мы вроде бы веруем в Бога, а все равно дьявол как-то на этом играет, и иногда больше каких-то там, чуть ли не подтверждений. Но, что еще интереснее, вот в бесовщину мы верим, да запросто, да без проблем. То есть, как быстро у нас въехал оккультизм в нашу жизнь. То есть, перовушки сначала, чубаки там всякие, потом книжки почти всевозможные, там по оккультизм помоги, гороскопы. Вот тут бы свой ум включить рационалистический такой. А как бы пощупать, звезды влияют или не влияют? Такая взаимосвязь между звездами и мной. И еще подумать своим умом рациональным. А если Бог создал звезды, значит, кто главнее, Бог или звезды? Так, и еще можно подумать, а если в Библии сказано, что безумен тот, кто по звездному кругу судьбу свою определяет, есть в Библии это, в Ветхом Завете. Сам Бог сказал, что звезды не влияли. Так? Но вот здесь мы не подумали. И быстро многие из нас в это, не то что, есть кто поверил, есть кто читает, есть кто читать просто так. Но я не встречал, почти не встречал людей, которые вообще принципиально в своей жизни не прочли ни одного гороскопа. С одной стороны, да, можно сказать, что ну везде пишут, везде отпечатают, вроде да. Но если все пишут и отпечатают, ведь не все нужно читать. И редко, например, кто, допустим, в годы советской власти читал передовые статьи на первой странице, на первой полосе. Ведь никто же не читал. Ну когда по информации поручик провести, да? Да, он читает, переписывает, а потом читает, и все не слушают. Неинтересно. Вот это мы не читали, потому что неинтересно. А гороскопа читаем. Значит что? Значит все-таки интересно. Это просто отговорка, что читаем, потому что напечатано. И причем у всех это отговорка. Да, ну как же, везде пишут, согласно прочтешь. Ну и не хочешь прочтешь. Нет, значит хотим. Потому что я еще раз говорю, передовую статью мы не читали. Теперь, если кто-то, кто не любит, например, математику, не понимает ее, вот там хоть журнал листает, вот она модами интересует, а тут какая задача, там еще чуть-чуть уравнение. Предположим. То есть смотреть не будет на эту формулу. Особенно там женщина. Так? Ну не нужно, это неинтересно. Даже потому что печатают, не прочет никто. А гороскопы читаем. И многое, многое, многое. То есть, значит что, получается наш ум лукавый. Лукавит. Где-то мы принципиально, вот тоже надо мне пощупать, посмотреть, особенно что Бога касается, и даже понять не хотим, что, а как я могу своим конечным умом постичь бесконечное божество? Бесконечного всех своих свойств божества. Это просто невозможно. И вроде понимаем где-то, но однако в лучшем кратстве мысли, такие вот моменты. Где-то мы не верим не то, что там в Бога, а в других моментах. То, что Бог дал. То, что Бог дал, не верим. И вот с этим сталкиваться уже приходится именно среди христиан. Именно. И здесь, просто все примеры перечислить невозможно, но здесь вот наше неверие сплошь и рядом. То мы не верим, что Вы исполнили грехи прощать, то мы еще что-нибудь не верим. То такой вот позорный момент приходит, да, надо поисповедать, но перечислить мне нельзя. Догадайся, почему? Я заканчиваю. Перечислить мне нельзя. Это что? Это вера в Бога? Это вера в то, что хлеб и вино прессуществились в тело и кровь? Или это неверие? А что? В таянство, в действие Святого Духа? То, что были хлеб и вино, стали телой и кровь. И если человек приходит, мне нельзя причащаться по этой причине, что он заканированный. Так? Значит, что? Это уже грех кулыда Святого Духа. Он не верит в прессуществление. А мы с этим остались ложь и рядом. Да, может, когда человек не подумал. А уж так ли не подумал? Если мы все знаем, сейчас, кому, я еще раз повторюсь, ко многим пристаю, рад, последний раз боюсь, причащался, и многие так, в церковь приходят, люди начинают ходить. И когда он начинает говорить про причастие, про таинство, про иссуществление, хлеба и вина, в тело, просто все, вот все, ни разу в церкви не было, я знаю. Первое, я знаю. Вот, про иск, что можешь послушать, про причастие не говори, я знаю. Так? Значит, ни разу в церкви кричат, я знаю. Значит, тот, кто говорит, что мне причаться нельзя, потому что я закодированный, значит, что? Он тоже знает, но не верит. Значит, уже не обидно, не безобидно, не знание. А именно, именно, неверие, присуществление, хлеба и вина, в тело и крови. То есть, он боится вина, а там уже троски сто ватт. Вот здесь уже у нас, там еще неверие Фомы, его еще как-то можно понять, по-человечески. Ну, здесь уже, когда мы, христиане, я уж не говорю про то, что кодируется грех, то, что это отдать себя в рабстве и чистой силе. Это грех большой, я про это не говорю уже. То есть, это, как сказать, то в чужой разум, в чужую волю вторгается, то в дьявол, Бог не вторгается в наш разум. Если не заметили, добро, никогда с собой в душу не лезет. А зло, грехи, страсти, они сами на стырно лезут. То есть, поэтому любое вторжение в душу другого человека или в мозг, в разум, в сознание другого человека, это и есть грех, аналогичный с сатане. Поэтому любое кодирование, это что? И это тот же самый контакт с и чистой силой. И что в самой главной практике пока не помогает, он такой тренинг не пьет, потом он срывается, несет, да, я обычно, когда закадился, потом у него характер дурацкий, то злой, то раздражительный, то еще чего-нибудь, то ленивый, то капризный, то еще чего-нибудь, так, то потом срывается, и пока еще не компенсирует за весь год, не успокоится. Причем компенсирует еще страшнее, чем если просто так. И я про это не говорю, это другая тема, отдельная тема. Но человек знает и понимает, что да, хлеб, вино, тело и кровь присущились, мне, мне нельзя, мне нельзя. Причем есть те, которые сказал, он понял, и идет, причащает, и ничего не бывает. Так? А есть те, которые упрямо, нет, 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 вот сделай что-нибудь, чтобы без вина. То есть вот мы, вот наша вина. Вот уже получается, что мы, апостола Фому, уже превзошли в этом плохом качестве во много тысяч раз. То есть тот еще не знал, не понимал, то есть апостолы Санитаревны, они все стали понимать, когда Дух Святой, когда, во-первых, Господа несколько раз встретили, это еще не совсем все, когда Дух Святой сошел, тогда они стали понимать все. И это было, ну, с одной стороны, понятно, то, что, ну, понимали, пророк Мессии, но многого не знали. Мы, почти все, на сороковой день от своего рождения уже Дух Святой сошел. На всех. В крещении, в миропомазании, в испании, в причастии, в венчании, многие венчаны, в соборовании, многие соборовались. Дух Святой сходит. Так, значит, на, ну, как сказать, право на незнание не дано. Мы все знаем и почувствовали на себе. Но, однако, другое к нам приходит. То нам некогда, то у нас дела, то у нас проблемы. Это тоже, пускай не совсем такое прямое, неверие, но есть. Оно. Тоже есть. И еще момент неверия можно усмотреть. В чем? Что когда мы приходим исключительно, когда вот причастие это полезно. Ну, в первую очередь, контакт с Богом, встреча с Богом, соединение с Богом. Сначала царство, невестное. В первую очередь, да, полезно. Это потом уже в конце, на таком-то, в 48-м месте, там, на 25-м, не знаю. А на первую очередь, что мы должны к Богу стремиться? И когда мы будем с Богом, да, будет и телу, и душе, и телу, и всего хорошо. Даже в семье лучше будет. А если мы только потому, что мы ему телу нужно здоровье поправить? Так? Или еще клеще порчу снять, от сглаза избавиться. Это вообще. То есть, получается, что для нас порча сглаз главней, сильней, превыше. Да, есть. мощь наружу, да, причащихся, в уровне, да, 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 конечно, есть, да. Но вот с помощью этого я сниму это. Вот, уже манипулирую. Я такой деловой, я манипулирую Богом и дьяволом. Управляем. Это уже такая гордыня. Хотя мы себе ее не чувствуем. Но гордыня тем опасна, что человек себе ее не ощущает, и чем больше, тем меньше чувствуем. И то, что мы это творим и не понимаем, это уже очень страшный показатель. Это показатель того, что наши души уже настолько в грехе этом пребывают. что страшно. То есть человек, чем у него меньше гордыня, тем он его больше себя ощущает и видит. Чем меньше упрям, тем лучше себя видит. И наоборот, чем его больше, тем мы это меньше себя замечаем. И если мы это многие вещи творим, такие вот, что такое, денег капли, вот тут мы полу на Дух Святого сделаем, вот тут даже не подозревали, это какое у нас самообольщение, самомнение тоже. Фома тоже, почему он так сказал? Потому что тоже было самомнение некое. Да, после сошедшего Духа, да, он сказал другим. Как Петр свое вот отречение, потом он компенсировал все это, как Павел свои грехи, которые до крещения у него были, компенсировал потом проповедью Христа, так и Фома компенсировал. Если он же тебе прочистил, она тоже очень интересная. Много там можно почерпнуть, узнать, увидеть. Но грех Фомы показывал в нас, которые уже родились христианами, которые крестились почти все в детстве, почти все, в нас этот грех там в тысячи раз больше, сильнее. то есть у Фомы значит было что? Я должен понять, я должен, то есть гордыня ума. Я разберусь. И мы сейчас. Я разберусь. Я должен разобраться. Я должен понять. Я должен нигде. Во-первых, еще раз говорю, Божье, мы не можем понять и разобраться. Не можем, просто не можем. Ну, можно глупый такой маленький пример провести, как детям непонятно по счетам взрослых. Самые цели их непонятны. Так? Никакому простому человеку непонятно там начальника заботы. Так? Нам нужно с малой соотношением человеческого масштаба. А вот понять Божье мы никогда не поймем. Поэтому я никогда не могу. Еще раз говорю, нельзя своим конечным умом бесконечно больше всего постичь. Просто невозможность. Включено. А Фома тогда сказал, я должен, вот я должен, я разберусь, вот пальцем потрогаю, поверю. Так? И у нас это по сей день. И чем дальше, тем больше. И получается, что одни читают, например, Евангелие с благоговением, а другие с пониманием. Надо разобраться, надо понять. А Господь что сказал? Владимир Отче за то, что скрыл от премудрых и открыл младенцам. То есть люди с чистой душой запросто понимают, с благоговением потому что читают. Они не умом понимают, им не нужно понимание. Мы даже вот слова я говорю, и тоже я неправильно говорю, запросто понимают Евангелие. Его вообще понимать не нужно. Оно дается. если мы к нему соответствующим подходим. А мы подходим понять. Понять. Прыгайте. Со школы прыгайте, надо понять, разобраться. Так вот и к Слову Божию подходим. Понять. Там вообще само слово понять даже не подходит. Если я к нему в Богоговение подхожу и читаю его, немного дастся, много откроется. Если я буду пытаться понять, я никогда ничего не пойму. И чем умнее я буду, тем меньше пойму. Но у нас это есть и в Библии, и в Церкви, и много еще где. И мы встречаем в любом моменте, в любом аспекте нашей жизни, духовной жизни. Все много приходят слышать, вот мне бы какую книжку, чтобы там все было написано, как себя в церкви вести, что чего обозначает, что чего, что куда, откуда, почему, для чего. Мне бы такую книжечку было, вот я все знал бы, знал бы, как было бы хорошо. Но во-первых, мы пришли изучать веру, изучать Бога, или общение с Богом иметь. Это совершенно разные вещи. Если я хочу что-то изучать, это уже плохо. У меня уже есть гордыня ума. Если я пришел с благоговением права Божия, потому что здесь Дух Божий присутствует, в Таисцах мы с Богом соединяемся, то да, мы соединимся и получим это. Реально. А если будем пытаться удовлетворять, что у нас одно с другим пересекается, то я не помню, что у нас такие совсем плохие. Хорошие тоже у нас есть. Но одно налагается на другое. Вместе с хорошим у нас еще много плохого. И вот это плохое нас уподобляет не только Фомин, а дело хуже, во много там десятки, сотни тысяч раз хуже, чем он был тогда еще до сошедшего Духа Святого. И в этих моментах можно много-много-много-много накопать в нашей жизни. Поэтому этот грех у нас сидит. Поэтому нам церковь не зря о Фоме говорит но церковь еще то есть Господь в Евангелии говорит еще и другое. Там говорят что ты не видел но уверовал. Кстати важный момент. Фомат сначала сказал да пока я не пощупаю пока все а потом когда Бог увидел он раскаялся в свое поэтому Господь говорит не будь неверен но верен потому что просто Господь не сказал как вот мы видим в других местах Евангелия где Господь много больных а он только одного исцеляет иди и больше не греши то есть потому что этот человек кается Бог прощает это здоровье если лежат не кайся им только здоровье подай не получите кстати а у нас разги так частенько приходим забораться потому что заболели чем мы отличаемся от тех кто в той же этой овчику перележали много лет больные потому что им нужно было исцеление все не более того и Бог им не давал а другой рассказ и Бог ему сразу дал исцеление точно так же и здесь а если мы подходим значит что опять же у нас получается эгоистический подход ну вот а Господь сказал ты увидел и поверил да еще раз увидел увидел и раскаялся в том что он так говорил то Господь ему говорит вот блажены те кто не видел но верует мы как раз относимся к тем кто не видел Бога но верует и здесь мы приближаемся в этом моменте к Богу но не надо обольщаться нас помимо этого что мы не видя веры у нас еще много вот этого вот греха Фомы налагается в плохом момент который до пока я не был что нет я должен разобраться я должен вникнуть видите нас насколько все перемешивают хорошее с плохим и наша задача это плохое выдерут из себя то есть это плохое не зря перемешивается как вот раковый оккупаль с метастазами его вырывать очень сложно так и здесь плохое оно хитрое оно пускает в наших душах много очень много метастазов и мы для того собственно и живем чтобы во-первых не влезать в плохое а во-вторых если вы впустили его в себя в свои души выкорчевать или выкорчевать в течение всей жизни и еще вернусь к тому с чего начал что будило кому так сказать гордыня ума самонадеянность самоуверенность а это зараза сейчас у нас мы все больные все я умный я думаю я разберусь нет я лучше понимаю нет он не понимает а я лучше понимаю то есть я я я я я это зараза у нас полно и все на ней спотыкались поэтому церковь нам постоянно это показывает поэтому если мы хотим очищать выкорчевать из себя эту заразу не нужна нам гордыня ума нам нужно улучшать самомнение самоуверенность самонадеянность и прочее 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 тогда нам будет открываться многое тогда мы только сможем достичь того состояния в котором уже Фома был прощен Богом и стал апостолом а до тех пор пока мы будем все что-то где-то свой ум усматривать или свою сильность какую-то или умность свою или еще чего-то то все у нас плохо будет потому что мы от Бога удаляемся таким образом и наоборот если мы будем понимать что а кто я и а как я могу что-то понимать то есть мозги даже не мои Бог дал Он может и забрать в любой момент когда мы будем это все понимать тогда нам будет легко вот метастазы из своей души выдернуть и тогда как раз мы достигнем того состояния души которого достигли святые аминь аминь в в в в в Продолжение следует...